Саду и в огороде В сентябрь время посадок. В этот период рекомендуется высаживать смородину, кружевник и малину. Также проводят посадку озимого чеснока. В каждую лунку следует добавить песок и на него помещать зубчик чеснока. Не забывайте о посадке тюльпанов. Расстояние между луковицами делайте 8-10 см, а между рядами 20-25 см. Глубина посадки равняется 3-м диаметрам луковицы. Уже пора подготавливать розы к зиме. Для этого обрежьте кусты и окучьте их сухой смесью торфов и песка на высоту 15 см. О правилах посадки крыжовником нам расскажет Надежда Ивановна Назарюк, ведущий научный сотрудник исследовательского института имени Лисовенко. Сегодня мы будем проводить посадку саженцев крыжовника. Наш саженец крыжовника находится в прикопке. Нужно для этого выкопать лопатой аккуратненько, чтобы не повредить корни. И переносим к посадочной ямке. Саженец выкопали, теперь можно приступать к посадке. Перед этим мы выкопали, подготовили посадочную ямку, настолько широкую и глубокую, чтобы в ней свободно уместились корни в ямке. И земля должна быть рыхлая. Саженец крыжовника мы располагаем прямо, в отличие от смородины, смородиноклона, а крыжовник прямо. И заглубляем он от корневой шейки на 5-8 сантиметров. От условной корневой шейки на 5-8 сантиметров можно заглубить. И приступаем к посадке. Поставили саженец крыжовника прямо и начинаем присыпать землей. Присыпаем корни, затем польем. Когда земля сухая, то обязательно полив. Особенно, когда сухо. Если земля очень влажная, то полив не обязателен. Обязательно нужно присыпать, потом уплотнить и полить. Саженец делаем более заглубленную посадку. Для чего? Чтобы быстрее сформировался куст. Быстрее будет куст и получите урожай хороший раньше. Саженца крыжовника осенняя посадка тем хороша, что с осенью успевает окорениться. И будет лучше зимовать. Потому что культура крыжовника менее зимостойкая, чем смородина. На зиму еще можно крыжовник укрывать или пригибать. Так, мы с вами посадили саженец крыжовника. Земля у нас не очень влажная, так что можно полить. Полить, притоптать и полить. Поливайте. С центра куста можно полить. Полив делается, чтобы саженец не высыхал. И еще земли присыпать и уплотнить. Чтобы не было пустот. Чтобы саженцы крыжовника не высыхали. И еще сверху можем присыпать землей. Вот так вот. И можно еще уплотнить. Притоптать. Так вот. Если сильно обильный полив, можно немного подождать, чтобы вода впиталась хорошо. И еще присыпать. Так вот. Вот так вот. Это мы с вами посажали в кусте крыжовника. Сорт радужный. Крыжовник обрезку не обязательно обрезать. С вами была Наталья Плужникова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин